Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. В сегодняшнем видео я отвечу на вопрос подписчика. Это интересная тема о том, как использовать условное форматирование списка входящих сообщений. Этот вопрос звучал, как сделать так, чтобы письма от определенного адресата отмечались цветом в моей папке «Входящие». То есть, как применить условное форматирование к входящим письмам. Заставочка. Итак, о чем же тут речь? Давайте посмотрим на наш Outlook. Вот наши входящие. Здесь они у нас распределены по категориям. Как этим пользоваться, можете посмотреть в предыдущем ролике. Ну, например, вот письма от начальника. Мне бы хотелось видеть другого цвета, чтобы они были красные, например, и ярко выделялись из всего списка. Как это сделать? Вот. Для этого существуют так называемые параметры вида, а именно настройка представления. Вот здесь это находится. Заходя сюда, мы видим не очень знакомый нам интерфейс такой простятский, простенький. Но в нем есть такая важная опция, как условное форматирование. В нем, в этом условном форматировании, уже заданы правила для данного представления, как помечать входящие сообщения. Вот здесь вот видно, что непрочитанные у нас таким вот синеньким, жирным, заголовки группы и так далее. Нам нужно помечать сообщения от руководителя, от начальника, адрес которого нам известен. Вот он здесь вот, да, у нас есть. Мы хотим помечать его красным и жирным, например. То есть для этого нам нужно добавить новые условия. У нас же условный форматирование. Добавляем новые условия. Нажимаем добавить. Называем это правило от начальника. И выбираем шрифт, которым будут отображаться сообщения. Нажимаем шрифт. И говорим, что мы хотим, чтобы это было красного цвета, во-первых, красный. И во-вторых, полужирным. Чтобы вот так вот это выглядело. Выделял на фоне других. Вот так вот будет. Теперь нам нужно задать условия. В соответствии с каким условием будет меняться шрифт вот на такой вот. Давайте нажмем условия. Мы знаем, что мы хотим отделять письма от конкретного адреса. Здесь очень важно знать, что вот в это поле от нужно вписать адрес в том виде, адресата, в том виде, который отображается у вас во входящих. Вот в данном случае isavinmail.ru это вот адрес то, как он виден. Видите, тут где-то секрет 2 и так далее. Вот это тот адрес, именно как он виден у вас во входящих. Потому что если вы будете что-то выбирать из контактов, может не сработать. Поэтому мы пишем здесь в точности так, как отображается у нас во входящих этот адрес. isavinmail.ru Вот. И еще важно, чтобы не висели эти письма, такие вот красные, жирные. А после того, как вы их прочитали, они меняли свой вид на обычный. Есть такая тут закладочка «Другие условия». И вот здесь рекомендую поставить только те элементы, которые не прочтены. Вот нам тут это даже предлагают сделать. Так. Сделали. Нажимаем «Ок». То есть мы создали условия от начальника, который будет менять шрифт в зависимости от того, от какого адреса это письмо пришло. Нажимаем «Ок». «Ок» и смотрим. Да. И мы видим, что ничего не произошло. Почему? Именно потому, что мы добавили условия о том, что только для непрочтенных писем. Давайте их пометим как непрочтенные. Вот мы видим, что мы пометили как непрочтенные, и оно стало красным. Оно стало красным именно так, как мы и хотели. А после того, как мы его прочтем, вот мы нажали, тут оно отобразилось, мы его прочитали, или вот два раза открыли, закрыли. Оно перестало быть непрочтенным, соответственно, оно перестало быть красным. Давайте проверим, как это работает. Я напишу письмо на этот адрес. Outlook Secrets. Напишу тут «Важное письмо». Что-нибудь такое. Я отправлю. Вот мы дождемся. Нажмем «Отправить получить». Вот видите, пришло новое письмо. Оно красное. Если мы его откроем, оно перестанет быть красным. Оно станет обычным. Здесь могу добавить, что можно, например, если вы хотите, чтобы всегда письма от определенного адреса были красным, не зависит от того, прочтены они или нет, вы можете это сделать таким же способом. Перейти в вид «Настройка представления», «Условное форматирование» и добавить прочтенные письма от начальника. Сделать этот шрифт просто красным. То есть обычным, но просто красным. И поставить условие, что это от начальника, который вот так вот выглядит, а его адрес. Сейчас другие условия, которые прочтены. Только элементы, которые прочтены. Окей, окей, окей. Видите, все прочтенные элементы теперь будут просто красными. А если они не прочтенные, то они будут красными еще и жирными. Вот таким образом можно здорово настроить себе сортировку почты. Вот, например, я могу вам показать здесь. У меня вот от Netflix, например, письма все красные. Вот как я это сделал? Я просто написал здесь в условном форматировании Netflix и поставил условие, что просто адрес содержит Netflix. Вот как он выглядит, так я и написал. Поэтому это я еще раз к тому, что пишите вот здесь аккуратно, иначе может не сработать. Спасибо вам, что смотрели. Надеюсь, было полезно. Поставьте лайк, поделитесь, подпишитесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.